Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Акция «Здоровый город», приуроченная ко дню борьбы с алкоголизмом, прошла в Люберцах. Комплексное благоустройство дворов завершается в городском округе. Лучших журналистов Люберец наградили в рамках 11-й медианедели. Представители администрации подписали меморандум о сотрудничестве с мини-футбольным клубом «Спартак». Компания «Мегафон» презентовала обновленный бренд. На минувшей неделе в России отметили День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Эта дата призвана в очередной раз напомнить, что пагубная привычка может привести к тяжелым последствиям. Как лечат алкозависимых людей в городском округе Люберца и куда можно обратиться за медицинской помощью, узнавала наша съемочная группа. Люберецкий наркологический диспансер обслуживает пациентов третьего медицинского округа. Помимо Люберец, в него входят города Держинский, Лыткарина и Котельники. По словам главного врача лечебного заведения Ивана Устинова, за помощью сюда могут обратиться жители из других городов Московской области. «С любого административного образования города, района направляется через главного нарколога, либо через главного психиатра. Для этого есть соответствующий приказ министерский, маршрутизация есть. В этом плане мы оказываем помощь жителям Московской области». Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену. В диспансере работает специалист по приёму детского населения. Стоит отметить, что в этом году амбулаторное лечение здесь прошли пятеро несовершеннолетних. Чтобы предотвратить развитие детского алкоголизма, медицинские специалисты ведут активную профилактическую работу. «Врач-психиатр-нарколог по работе с детским населением постоянно работает и в школах, и в техникумах, и различные семинары проводятся». Помимо амбулаторного лечения, Люберецкий наркологический диспансер проводит и стационарное. В отделении рассчитанном на 40 коек оказывают как неотложную, так и плановую помощь людям, страдающим синдромом зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ. Так же, как и в поликлиническом отделении, сюда направляют пациентов, в том числе и из соседних округов. «Врачи проводят лечение, проводится дезинтоксикационная терапия, проводится работа психологов, даётся дальнейшая установка на трезвый образ жизни. Также мы подготавливаем пациентов для дальнейшего прохождения лечения в реабилитационных центрах». В этом году успешное лечение в стационарном отделении наркодиспансера прошли 600 человек. С медицинским учреждением сотрудничает Русская Православная Церковь. Кстати, именно по её инициативе 11 сентября во всей стране отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Луизия Гязырян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В продолжение темы. Бесплатное медицинское обследование прошли люберчане. В рамках акции «Здоровый город» во дворце Спорта Триумф работал Центр здоровья, где любой желающий мог проверить свой организм и попасть на приём к терапевту. Также в числе многих мероприятий в этот день состоялась выставка детских работ, приуроченная к Всероссийскому Дню трезвости. Пройти медицинское обследование в этот день мог каждый житель люберец, который имел при себе паспорт и страховой медицинский полис. Во дворце Спорта Триумф Люберецкий Центр здоровья предлагал целый комплекс бесплатных процедур. Антропометрические данные. Берём анализ крови на сахар, холестерин. Проверяем функцию внешнего дыхания. Пациенты, которые, или посетители, которые курят, мы проверяем наличие содержания СО в крови и в лёгких. В дальнейшем делаем электрокардиограмму. Также проходит обследование у специалиста-офтальмолога. Проверяем прохождение сосудов. В завершении обследования, которое длится не больше получаса, пациент получает заключение терапевта и рекомендации. Где пациенту рассказывается его или дальнейшее обследование, или рекомендации по здоровому образу жизни. Кроме того, в рамках акции «Здоровый город» прошёл конкурс агитационных плакатов «Здоровье, трезвость, жизнь». Всего в нём приняло участие почти 90 школьников, которые представили 44 работы. Самые лучшие работы сегодня принимают участие уже здесь, во дворце спорта «Триумф». Лучшие это были школа номер 7, которая заняла первое место, второе место у школы номер 8 и школа номер 59. Третье место. Организаторами такого творческого конкурса выступили управление образованием городского округа Люберцы и дворец детского и юношеского творчества с целью пропаганды здорового образа жизни. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Лицей номер 15 «За здоровый образ жизни». Там на минувшей неделе прошло профилактическое мероприятие, посвящённое Дню трезвости. Ребята показали представителям медицинских учреждений и Министерства здравоохранения области, как они любят жизнь и почему не спешат приобщаться к пагубным привычкам. Я, Оля, люблю на гоньках кататься. Я, Наташа, люблю танцами заниматься. А я, Данила, плавать обожаю. А я, Тигран, галы забиваю. Наш девиз – дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни. Так встречали почётных гостей в 15-м лицее. Школьники подготовили тематический флешмоб, посвящённый Дню здоровья. Затем ребят ожидала насыщенная программа. Для начала – показ документального фильма о вреде алкоголя и его влиянии на организм человека. После – беседа с врачом-наркологом. Ведь алкоголизм – проблема, которая может коснуться каждого, и в том числе подростка. Это нарушение памяти, внимания и интеллекта. За три года выпивая, можно свой интеллект, скажем так, к своей агнью с 150% или 170% снизить до 50%. Это уже подтверждённые данные. Работу по борьбе с этим злым недугом нужно вести с самого раннего возраста. С теми, у кого алкоголизма ещё нет, но у кого вполне он может появиться. Алкоголь вызывает сильнейшее привыкание. Именно поэтому представители медицинских учреждений и Министерство здравоохранения области ведут профилактическую работу со школьниками и призывают родителей больше уделять внимание своим детям. Ребёнку нужно показывать тот правильный образ жизни, а самое главное, чтобы этот правильный образ жизни был для него приятен, и он это делал с удовольствием. Дети увлекутся сами. Нужно следовать за ребёнком и предлагать ему то, что ему ближе всего – спорт, игры, музыка, танцы, всё что угодно. А в 15-м лице привитием здорового образа жизни занимаются постоянно. Для этого здесь работают многочисленные секции. В итоге сейчас большая часть этих школьников – активные спортсмены. Артём Абрамов – гордость учреждения. В свои 17 он уже чемпион России среди юниоров по тайскому боксу. В своей жизни ни разу не пробовал алкоголь. Алкоголь, во-первых, разрушает человека изнутри, не только как физически, но и также уничтожает моральные ценности. И как, конечно, спорт развивает не только мужественность, силу, выдержку, но и моральные ценности. Ты учишься не только быть спортсменом, но прежде всего ты человек. А алкоголь убивает в тебе человека. Как хорошо быть человеком без вредных привычек и любить свою жизнь, гостям показали ученики лицея. Гимнасты выступили на сцене, а футболисты показали мастер-класс под руководством профессионального наставника. И эта любовь к ЗОЖу и жизни в целом у ребят вполне объяснима. Сами педагоги подают подобающий пример. Я считаю, самое главное – это сделать правильный выбор. И вот лично я выбираю здоровье. И я также хочу, чтобы наши дети тоже выбрали здоровый образ жизни, были сильными, красивыми и благополучными. В рамках Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в Люберцах прошла медицинская конференция. Специалисты областного уровня рассказали врачам городского округа о способах выявления и мерах профилактики этого заболевания. Выявлять алкоголизм у населения должны не только узкие специалисты, но и врачи общего профиля. Как предотвратить этот страшный недуг у человека? Как предупредить и помочь избежать серьезных проблем с алкоголем? Специалисты областного центра медицинской профилактики и регионального наркодиспансера делились с коллегами личным опытом, проверенными методами. А Люберецкие врачи, в свою очередь, рассказали о том, как эта работа ведется в нашем муниципалитете. Мы очередной раз заявляем общественности, и медицинской, и гражданской общественности, что есть такое зло, алкоголизм, и с этим все-таки надо бороться определенно. Как бы не проходить как-то вот так мимо. И вот оно есть и есть. То есть определенно надо достучаться до населения, и с этим надо предпринимать определенные мероприятия. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершается комплексное благоустройство дворов. Правда, пока только на этот год. В планах было привести в порядок около 70 территорий. Напомним, такое благоустройство включает в себя установку новых детских и спортивных площадок, ремонт дорог, тротуаров и многое другое. Ну, буквально надо лопатами закидать, чтобы ровненько было. Я сейчас посмотрю. Да, посмотрите, вот прям вот здесь. Вот Ашот. Пройдите вот здесь, пожалуйста, и посмотрите вот туда. Все работы по комплексному благоустройству дворов в Люберцах делают сообща с жителями. Их замечания и предложения фиксируют на всех этапах. К примеру, здесь на инициативной Люберчанам не хватало парковки. А уже сегодня на еще недавно неблагоустроенной территории появилась целая площадка на 42 места. Сегодня благоустроено, хорошее место. Осталось только еще нанести разметку для парковки автомобилей. Я оцениваю, что люди постарались, сделали достаточно неплохо. Параллельно с этой работой ремонтировались подъезды и дороги во дворе. Устанавливался бордюрный камень. Еще на инициативной в районе домов 70 и 72. В июне установили детский игровой комплекс. Жизнь здесь, безусловно, стараются улучшить, говорит директор управляющей компании. Здесь все-таки был в свое время забытый богом уголок. Эти дома мы приняли буквально несколько лет назад решением комиссии чрезвычайной ситуации. Везде навели порядок и дальше наводим. В прошлый раз, когда был губернатор, жители мне и губернатора озвучили просьбу о ремонт лишних клеток. Одного из домов мы уже начали там работу. Из 69 дворов, которые запланировали благоустроить в этом году, на сегодняшний день полностью сделаны уже 54. Остальные закончат в 20-х числах сентября. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается капитальный ремонт дорог. На прошедшей неделе проинспектировать ход работ глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий приехал на улицу Побратимов. Дорога 800 метров. Везде делается понижение. Этот отрезок дороги длиной в 800 метров на улице Побратимов начали ремонтировать три дня назад. Сейчас работы здесь в самом разгаре. Работы здесь проводятся в рамках капитального ремонта дорог. Напомним, масштабная программа стартовала в начале лета. У нас делается в городском округе 25 дорог. Из них на сегодняшний день полностью готовы уже 8 дорог. 8 дорог в Люберцах сейчас находятся в ремонте. Мы планируем, что до 1 октября мы завершим все работы по ремонту дорог у нас в Люберцском городском округе. Ремонт проходит в две очереди. В первую вошли дороги Гаражная и Цветная в Малаховке, Некрасова, Тургенева и Ломоносова в Томилине, Трудовая в Октябрьском и другие. Вторая очередь включила в себя дороги на улицах Побратимов, 65 лет Победы и другие. Наибольшая сложность по выполнению работ по дорогам у нас составляет 65 лет Победы. Потому что там надо не просто снять асфальтовую крошку и уложить асфальт. Мы там будем осуществлять замену 25 канализационных люков. Все необходимые материалы для ремонта на улице 65 лет Победы уже закуплены. Планируется, что ремонтные работы там начнутся в ближайшее время. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. 183 дома отремонтируют в Люберцах. В 2017 году именно такое количество многоэтажек входит в программу капитального ремонта. Как идут работы по ремонту кровель, накануне проверил глава округа Владимир Рыжицкий. Это крыша дома номер 29 по улице Урицкого. Ремонт кровли здесь идет полным ходом. Подрядные организации спешат сдать все в срок. В этом году работы в системах центрального отопления и на крышах должны завершиться 1 октября. Я допускаю, что будет какой-то люфт, но не позже 10 октября. Чтобы не повторить, нам прошлый год, а в прошлом году были, я скажу так, нерадивые подрядчики, и где мы ушли по ремонту кровель аж на конец октября, где были квартиры, которые были залиты, и дожди были сильные. В этом году проблем с подрядчиками не ожидается. Это проверенные компании. Вот, например, Люберецкий городской жилищный трест. Свои дома будет обслуживать сам. ЛГЖТ – единственная организация, наверное, под Москвой, которая выиграла капитальный ремонт на своих же домах. Потому что мы для себя же хуже не сделаем. Обычно управляешь компанией, все это отдают подрядчикам. У нас совсем другая ситуация. Всего же в 2017 году капитальный ремонт пройдет в 183 домах. Остальные работы, а это ремонт электропроводки, водоснабжение, фасадов, цоколь, замена лифтов, планируется завершить в декабре. На реализацию программы проведения капитального ремонта общего инущества многоквартирных домов, расположенных в городском округе Люберце, на 2017 год предусмотрены денежные средства в районе 823,5 миллиона рублей. Это на 40% больше, чем в 2016 году. Все работы, которые проводятся, согласуются с жителями. Они могут выбрать вид плитки, цвет краски в подъезде и обозначить другие нюансы. После ремонта дом невозможно сдать без подписи председателя Совета многоквартирного дома. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Малаховке восстановили бесперебойную подачу воды в четырех домах по улице Чайковская. На протяжении 10 лет жители поселка страдали из-за слабого напора холодной воды. Как они справлялись с неудобствами и где приходилось брать главный источник жизни, с довольными жителями вообщался наш корреспондент. Такой напор раньше был только ночью. В нем, соответственно, мы приходили. Если нам нужно было принять ванну или душ, мы ожидали времени, когда появится вода. А теперь Наталья Соловьева пользуется водой в любое время. Для того, чтобы помыть посуду, искупаться или постирать белье, больше не приходится ждать наступления ночи. Тазики в ванной комнате лежат до сих пор. Хозяйка квартиры шутит, стала привычкой. После стольких лет без нормальной подачи воды первую неделю были опасения, что такая роскошь может быть ненадолго. Даже были времена, когда там таз буквально наполнялся часа по три. Оставляли включенным кран, уходили, чтобы вода оставалась. Никогда мы не принимали душ. Если у нас сейчас включается лейка, то раньше она никогда не включалась. И приходилось только набирать, греть как-то. Решением этой проблемы занялась администрация городского округа Люберцы. Совместно с управляющей компанией были выявлены причины низкого давления воды. Оказывается, всему виной старый трубопровод, в котором имелись несанкционированные врезки. Было проведено несколько совещаний с Раменским водоканалом. Так как здесь идет пересечение районов, Раменский водоканал дал точку врезки, выдал технические условия на проведение нового водовода. Проект на проведение этих работ подготовили в течение месяца. За одну неделю Малаховская управляющая компания проложила новый трубопровод. И более 50 семей в поселке дождались бесперебойной подачи воды в своих квартирах. Работы были непростые, потому что все выполнялось вручную. Отрывка траншей проводилась только вручную, потому что использование автотрактной техники было невозможно в связи с тем, что очень много инженерных сетей и коммуникаций находилось в земле. Диаметр пластиковой трубы 75 миллиметров. По словам сотрудников ЖКХ, этого размера вполне достаточно для качественного обслуживания проблемных домов. Уровень давления воды, поступаемой в многоэтажки, составляет 5 атмосфер. В Люберцах прошло заседание Совета депутатов городского округа. Народные избранники обсудили изменения в бюджете на 2017-2019 годы. Кроме того, на совещании стало известно, что теперь комитеты по культуре и спорту входят в состав администрации муниципалитета. В начале заседания люберецкие депутаты обсудили изменения в бюджете на 2017-2019 годы. Так, в соответствии с внесенными поправками, доходная часть на 2017 составит 1 миллиард 244 миллиона рублей, а расходы – 1 миллиард 612 миллионов рублей. В основных нововведениях прежде всего учтены субсидии Московской области на благоустройство и ремонт дорог. На следующее направление. На благоустройство территории пешеходной зоны, расположенной по адресу город Люберца, улица Смирновская, в сумме 31 миллионов 563 тысячи рублей. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий на общую сумму 57 миллионов 104 тысячи рублей. Представленный документ депутаты приняли единогласно. Также народные избранники обсудили изменения в правилах землепользования и застройки части территории городского округа. В микрорайонах 1А, 1Б, 3.3А и 35Ж. Предлагается отменить пункты 1 статьи 24 правил землепользования и застройки, статью 29 исключить. Это касается той территории, на которой идет уже реализация договоров развития застроенных территорий, на которых идет переселение из аварийного ветхого жилья, на которых уже люди получили не одну квартиру. Это всего лишь идет отмена в части установления территориальной зоны, потому что по градостроительному кодексу и по земельному кодексу один земельный участок не может находиться в разных зонах. Кроме того, на совещании утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета. В ее состав вошли два новых органа – комитеты по культуре и физической культуре и спорту. Напомним, ранее они были отдельными муниципальными учреждениями. В состав администрации эти комитеты войдут путем реорганизации с полным объемом финансирования. В рамках 11-й медианедели состоялось заседание Общественного совета СМИ городского округа Люберцы. Руководители и главные редакторы телевидения, радио, газеты, интернет-сайтов обсудили ряд вопросов, касающихся формирования качественного информационного пространства. Самых активных и трудолюбивых журналистов лично наградил глава Владимир Рыжицкий. Чем хороша пресса в своей основе, через прессу или пресса, или жители через прессу могут ставить задачи кому угодно. Поэтому пресса – это отдельный институт, я оцениваю, хотите власти или просто отдельно самостоятельная работающая структура и желательно, чтобы она была максимально независимой. Традиционно уже много лет подряд в сентябре журналисты Люберецкой земли собираются за одним столом. Общественный совет СМИ городского округа прошел в рамках «Медиа-недели» уже в 11-й раз. На повестке насущные темы. Как оставаться востребованным для зрителей, слушателей и читателей, когда каждый пользователь интернета конкурирует со своим личным блогом. У нас есть требование профессиональное проверять много раз факты, прежде чем их обнародовать. А у любого подростка, который в сетях какой-нибудь бред выкладывает, у него нет такого. Спрос, запрос общества на качественную информацию сохраняется. Всё равно сохраняется. И хотят видеть какие-то люди именно в печатных СМИ, свои отчёты, рассказы о своём предприятии и так далее. Да, работать средством массовой информации в современных условиях гораздо сложнее, чем раньше. Однако, по словам Натальи Чернышовой, эта конкуренция со стороны благосферы делает профессионалов сильнее. Материалы стали выпускаться гораздо быстрее, а взгляд на проблемы расширился. Кстати, сама председатель Союза журналистов Подмосковья – частый гость в Люберцах. Работу наших СМИ ценит и ставит в пример. Что касается медианедели, то я, конечно, вам именно Люберцам признательна. Потому что, смотрите, у вас программа 11-я медианеделя, да? А в Подмосковье 7-я медианеделя. То есть вся Московская область, собственно, взяла пример именно с этого формата. И в этом году я должна вам сообщить, что к нам присоединились многие районы, которые раньше этого не делали. Этот год для Союза журналистов Подмосковья – юбилейный 60 лет упорной работы единомышленников и любящих свою работу людей. С этим событием руководители объединения поздравили люберецкие коллеги и лично глава городского округа. А после – торжественное чествование тех, кто хорошо потрудился. Самых активных и неравнодушных журналистов наградили от лица Совета депутатов, Общественной палаты и администрации Люберец, а также Союза журналистов Подмосковья. В числе отличившихся и сотрудники телеканала ЛРТ. Вы замечательные люди, вы хорошо работаете. Я вам благодарен, потому что вы все подаете на пространстве вот этого люберецкого района, городского округа. Достаточно взвешенно, объективно. Поэтому всем пожелаю здоровья, благополучия, удачи, внутреннего комфорта, невзирая ни на какие трудности. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В продолжение темы. Стартовал новый сезон школы юнкоров городского округа. Он также приурочен к 11-й медианеделе. Первая встреча школьников, которые решили научиться основам журналистики с их будущими преподавателями, состоялась в Центре развития образования. Напомним, впервые такая школа появилась в Люберцах в 2007 году. И за это время она поставила на крыло не один десяток юношей и девушек. Многие из них поступили в высшие учебные заведения на специальности, связанные с журналистикой. Первое занятие в новом сезоне районной школы юнкоров назначено уже на начало октября. А пока в рамках Люберецкой медианедели школьники узнают поближе профессию журналиста, смотрят презентацию, слушают будущих преподавателей. Проходит в это время очередная 11-я Люберецкая медианеделя. В течение недели проходят различные акции, мероприятия. И сегодня мы в рамках медианедели проводим встречу юнкоров с главой. Во время встречи с главой юные корреспонденты медлить не стали. Сразу показали свои способности интервьюирования. Засыпали главу вопросами. Молодых журналистов интересовали проблемой благоустройства, образования, строительства спортивных объектов в Люберцах. Скажите, а планируется ли в каких-то школах построить бассейн? Говорили и о книгах, и о театре. Однако неравнодушны ребята были к темам, связанным с выбором профессии и поиском себя. Ведь именно это после окончания школы им предстоит сделать. Я не знаю, скажем, где уловить вот эту такую тонкую нить, что ты, скажем, на этой земле прирожденный политик, что ты можешь заниматься политикой. Это сложно, наверное, и это вряд ли кто-то может о себе так сказать. Можно быть по профессии журналистом, можно быть юристом, можно быть врачом. И потом эти люди в силу разных обстоятельств приходят в политику. О своем опыте в профессии журналиста ребятам рассказала выпускница школы юнкоров Елизавета Крылова. Теперь она работает в Люберецком информагентстве. В прошлом году я закончила школу юнкоров, владельцем которой является Иван Егорович. На его уроках мы изучали не только основы журналистики, но и обсуждали литературные, музыкальные темы. Елизавета Крылова – отличный пример целеустремленности молодого журналиста. Ее опыт доказывает, что знания, полученные в школе юнкоров, могут стать подспорьем при поступлении в ВУЗ. Сейчас она учится на заочном отделении РГСУ. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Школьный референдум – это деловая игра по обучению школьников основам избирательного законодательства. Программа инициирована Министерством образования и избирательной комиссией Московской области. Такие референдумы прошли в 12-ти общеобразовательных организациях городского округа Люберцы. Наша съемочная группа побывала в гимназии номер 5. В выходной воскресный день эта школа не закрыта. Сегодня здесь кипит бурная деятельность. Обсуждают важную проблему. На очереди вопрос – нужен ли день школьника городского округа Люберцы? В бюллетене два варианта ответа – да или нет. Но сами школьники вне заданных рамок мыслят гораздо шире. И к вопросу о празднике подходят совсем не по-детски. Я проголосовала против, потому как праздник – это лишние деньги из государства, из бюджета. Поэтому у нас так, как видите, дороги не особо хорошие. Поэтому я считаю, что не нужен праздник. А вы как? Я проголосовал за, конечно, деньги из бюджета лишние тратятся. Но мне кажется, ну, не такая уж это и большая трата. И тем более лишний праздник никогда не помешает. Пока одни голосуют, те, кто уже сделал свой выбор, могут поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях, которые проводятся на территории школ избирательных пунктов. Открыты секции, какие-то кружки. Кто-то проводит родительские собрания, рассказывает о новшествах, которые произошли с 1 сентября в школе. Кто-то показывает свои школьные музеи, проводятся турниры. Мама, папа, я – спортивная семья. Шахматы дети играют. В этот день школьные референдумы впервые прошли на территории Люберецкого округа. Идея проведения мероприятия принадлежала избирательной комиссии области и Министерству образования Московской области. Это какой-то шаг к обучению, опять же, к обучению людей, школьников к будущей жизни. Потому что мы время от времени проводим выборы. То ли местное самоуправление, то ли это субъект федерации. Это же тоже какой-то процесс. Вот ребята в этом процессе самоорганизовались. И сегодня они проводят такой референдум. По сути, это какая-то процедура выборов. Потому что есть счетная комиссия, есть процедура голосования, есть подсчеты голосов, подсчеты бюллетеней. Поэтому, скажем, сегодня ребята и учатся, но я думаю, они закладывают некий фундамент на будущее. По итогам выборов решили Дню школьника быть. За это проголосовало большинство 95 респондентов. Теперь в планах утвердить конкретный день и регламент проведения праздника. Эти задачи лягут на плечи учащихся. Они должны разработать проект Дня школьника. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах подвели итоги летней оздоровительной кампании. Эту тему обсудили на совещании в администрации. Главным докладчиком выступила Виктория Бунтина. Сколько детей отдохнуло в люберецких лагерях и сколько на это было потрачено средств, узнаете из нашего следующего сюжета. По состоянию на 13 сентября 2017 года количество детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением, составило 13 370 человек. Это 59,2% от всех детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории. А количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые были охвачены также отдыхом и оздоровлением, составило 5 111 детей. В 2017 году на организацию детского отдыха было выделено более 38 миллионов рублей. Это средства из городского бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников. На базе 39 школ функционировали школьные лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули 3340 детей. В первую очередь это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных и асоциальных семей. Там для них работали профильные смены по двум направлениям – спортивному и техническому. В школах также оборудовали игровые комнаты, было организовано трехразовое питание. В период с 12 по 15 июня 2017 года состоялась проверка Министерством образования Московской области по вопросу организации работы оздоровительных лагерей на базе школ городского округа Люберцы. Нарушений не было выявлено, замечаний также вынесено не было. Особое место Виктория Бунтина уделила рассказу о палаточном лагере «Патриот». Напомним, инновационный проект начал работу этим летом. Там отдохнули 42 юных люберчанина. В течение 12 дней ребята проживали в инновационных модульно-каркасных конструкциях. Проходили обучение по направлениям деятельности. Военно-патриотическое, которое включало в себя тактическую подготовку, основу медицинских знаний, стрелковую подготовку, историю развития собаководства, радиообмен. Кроме этого, на базе Дворца детского и юношеского творчества работала досуговая площадка «Солнечный день». Там 150 детей занимались изобразительным творчеством, декоративно-прикладным искусством, хореографией, вокалом, театральным искусством, фотоделом. На это из бюджета городского округа было выделено 150 тысяч рублей. Основной формой занятости школьников от 14 до 18 лет этим летом стали трудовые бригады. Ребята приводили территорию школы в порядок, помогали с ремонтом. Всего в трудовых бригадах работали 365 детей, а на зарплаты юным трудящимся выделили около полутора миллионов рублей. Присутствующие на совещании пришли к выводу, что в целом летняя оздоровительная кампания 2017 прошла по плану и без особых нареканий. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. А теперь о спорте. Мини-футбольный матч первого этапа Кубка России между командами «Спартак-Динамо» прошел в Люберцах на базе Дворца спорта «Триумф». По итогам поединка красно-белые взяли вверх со счетом 4-2. Кроме того, в ходе встречи администрация Люберц подписала меморандум о сотрудничестве со «Спартаком». Первый матч за Кубок России был действительно знаменательным. Обыграв ЦСКА в конце августа на Кубке вызова, красно-белым пришлось столкнуться с действующим чемпионом страны – подмосковным «Динамо». Первый мяч в ворота «Динамо» прилетел на девятой минуте игры. В ходе встречи «Белоголубым» удалось сравнять счет, но ненадолго. К концу первого тайма «Спартак» вел 3-2. Вся игра хороша. «Спартак» лидирует. Самое главное. Встреча была интересна не только напряженной борьбой. В перерыве своей подписи под меморандумом о сотрудничестве между администрацией Люберец и мини-футбольным клубом «Спартак» поставили руководитель клуба и глава округа Владимир Ружицкий. Подписываем соглашение между городским округом Люберец и футбольным клубом «Спартак» по взаимодействию о том, что «Спартак» получает любви к постоянному предписанию «Динамо» 6-й игры в нашем футболе «Спартак 3-2». С этим я вас, ребята, поздравляю. Ну а «Спартак» в свою очередь взял на себя обязательство помогать в развитии спорта на территории Люберец. В ближайших планах открытие нескольких отделений Академии мини-футбола для детей дошкольного и школьного возраста. Даренные дети, у которых есть великолепные перспективы, они будут составлять костяк команды своего возраста, которая будет за имя «Спартака» играть на область, на город Москву в разных турнирах. Наша команда забила гол очень удачно. По итогам матча «Спартак» взял верх над подмосковным «Динамо» со счетом 4-2. Также на выходных «Красно-Белые» сыграли с Мосполитехом и досрочно завоевали право выхода во второй этап Кубка России. Все домашние встречи «Спартак» проведет в Люберцах, так что на площадке «Триумфа» будет еще много ярких побед. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» состоялся финал первенства городского округа Люберцы по футболу. В нем принимали участие команды школьных спортивных клубов. Кроме того, эти соревнования приурочили ко дню рождения города Люберца. Первенство по футболу среди общеобразовательных учреждений проходит ежегодно в рамках празднования Дня города. Очередной турнир стартовал 6 сентября. На протяжении двух дней 25 команд боролись за право выйти в финал. По итогам зонального этапа представители пяти школ и гимназий городского округа встретились на заключительной части соревнований на стадионе «Торпеда». Это проводится с целью популяризации футбола, определения сильнейших футболистов и возможного формирования команд для участия в «Спартаке» Московской области. Перед тем, как выйти на футбольное поле, ребята усердно тренировались в своих учебных заведениях. Каждая команда играла с противником по два тайма. Продолжительность одного – 15 минут. За один день участники турнира преодолели два полуфинала. Есть ребята заметные в каждой команде, есть лидеры. Допустим, сейчас играла школа пятая, то есть вратарь очень хороший, то есть выручил два раза выход один на один. Капитан очень хороший, хорошо сыграл. Ну вот видите, футбол такая штука, что повезло не всегда сильнейшим. Тому, кто больше атакует, больше бьет поворотом. В ходе упорной борьбы третье место досталось команде из пятой гимназии. Бронзу первенства взяли футболисты из лицея номер 4, а победителями турнира стали ученики 52-й школы. Призеры соревнований получили кубки, медали и грамоты от Комитета физической культуры и спорта, а также управления образованием. Любительские соревнования по футболу прошли на стадионе «Свезда». В них приняли участие команды люберецких муниципальных и общественных организаций, в том числе сборные совета депутатов и общественные палаты городского округа Люберца. Сбор команд, знакомство, разминка, торжественное открытие. В Люберцах это уже шестой турнир по мини-футболу между любителями. Участники – сотрудники государственных структур, органов охраны правопорядка, надзора и контроля. Организаторы – футбольный клуб «Звезда». Такой футбол, который мы сегодня в шестой раз будем здесь проводить, он, наверное, уникальный. Сегодня есть команды, которые, кроме первого места, остальные рассматривают как небольшая неудача. Как говорится, игра дружественная, накал спортивный. Уже после первого тайма стало понятно. Подготовка у команд серьезная. Игра тяжелая была, хотя соперник, я думаю, еще сильный впереди. Но настраиваемся на каждую игру. С ребятами тоже давно не играли. Но ничего, сейчас, думаю, будем прибавлять, прибавлять. В следующей игре покажем свой максимум, надеюсь. В турнире приняли участие шесть команд. Среди них впервые в истории соревнований – сборные общественные палаты, советы депутатов городского округа Люберца и представители администрации. Принимаем в этом участие как сами, так же и привлекаем наших друзей, товарищей и наших жителей. То есть мы, можно сказать, своим примером показываем, что спорт – это здорово, здоровый образ жизни – это прекрасно. Потому что, посмотрите на эти лица, эти возрасты. Ну, здесь, можно сказать, тут такая счастливая обстановка. После серии пенальти, завершившей финальный бой, победу в турнире одержала команда научно-исследовательского центра военно-воздушных сил. Второе место заняли футболисты Росгвардии, а третье – пожарная часть номер 27. Поздравляют победителей Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов и телеканал ЛРТ. Жертв блокады Ленинграда вспоминали в Малаховке. Там, в культурно-досуговом центре «Союз» прошел всероссийский показ фильмов о защитниках Ленинграда. После мероприятия ветеранов ждала встреча со школьниками и интересная беседа. Блокада Ленинграда – это пример неиссякаемого мужества. И этот пример, конечно, останется в веках. День, когда 76 лет назад Ленинград был осажен фашистами, Малаховке вспомнили вместе с ветеранами и школьниками. Для них прошел кинопоказ короткометражных фильмов, участников фестиваля, перерыв на войну, перерыв на кино. Также в рамках мероприятия своей нелегкой истории жизни рассказали ветераны и участники войны – дети блокадного Ленинграда. Особенно тяжелой была зима 41-го года. Вы представьте себе, ежедневная норма для жителей, вы, наверное, уже слышали об этом, была 125 грамм хлеба. Люди умирали в квартирах, в своих домах, на улицах, умирали семьями. Организаторами мероприятия стали активисты движения «Молодая гвардия». Также они подарили символические подарки ветеранам, а школьники прочитали стихи о войне. Мать будет матерью, и муж вернется мужем, и дети будут здесь, но не сейчас, потом. Ветераны, в свою очередь, выступили с песнями военных лет. Знакомые мелодии и их голоса звучали в зале, как доблестный пример крепости человеческого духа. И нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. О родном крае с любовью. В рамках празднования Дня городского округа Люберца в Красковской центральной библиотеке состоялось очередное творческое мероприятие. Воспитанники детской школы искусств подготовили для гостей праздника музыкальные подарки. Такие концерты в Красковской библиотеке проходят накануне важных праздников. На этот раз сотрудники учреждений, воспитанники детской школы искусств «Гармония» посвятили его Дню городского округа Люберцы. Помимо музыкальных номеров, гостям показали старинные фото родного поселка, а также предложили ознакомиться с выставкой, приуроченной к этому событию. Оформлена выставка о родном крае с любовью, где представлены и книги наших красковских авторов, и рисунки, выполненные красковчанами. Для детей постоянно здесь проводятся мероприятия тоже. Основная цель – это привлечь к чтению, естественно. В рамках праздника состоялось награждение самой читающей семьи. С начала 2017 года Ирина Костяева 14 раз посетила библиотеку вместе с супругом и сыном. За это время они прочитали 151 книгу. Я разную люблю литературу, люблю и классику, и современную прозу, и стихи. Тебе больше нравится бумажный носитель или электронный? Бумажный больше. Всё-таки хорошо держать книгу в руках. Приятно листать страницы. И этот особый запах. Стоит отметить, что в Центральной библиотеке более полутора тысяч активных читателей. Для каждого из них сотрудники учреждения разрабатывают специальные проекты. Например, для пенсионеров здесь проводят компьютерные курсы, а для школьников устраивают встречи с известными писателями. Луиза и Гязырян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Подключаем возможности. Так теперь звучит миссия оператора связи «Мегафон». Недавно компания представила своё новое позиционирование. Трансформацию, направленную на расширение возможностей клиентов пользования интернетом. Презентация состоялась в присутствии средств массовой информации и звёзд российской эстрады. Сегодня компания «Мегафон» — это более 76 миллионов абонентов и более 30 тысяч сотрудников. За 20 лет работы их услуги объединили всю Россию. Теперь современный цифровой мир диктует новые пути развития. И уже сформулирована новая миссия компании. Наша миссия сформулировала достаточно просто. Это всего два слова. Подключаем возможности. Что это значит? Конечно же, мы продолжим подключать абонентов к нашей сети, к нашей инфраструктуре и оказывать услуги связи. Однако теперь главное для «Мегафона», чтобы клиент мог пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет жизнь интернет и цифровое пространство. У нас новый слоган «Мегафон начинается с тебя». Мы для тех, кто сегодня хочет быть ярким, динамичным, интересным, потому что каждое жизнеспобытие начинается человеку именно с него. «Мегафон начинается с тебя». Вместе со слоганом появилась и новая тарифная линейка «Включайся», созданная с учетом интересов современных клиентов. А это значит, тарифы будут ориентированы на тех, кто регулярно пользуется мобильным интернетом. По сути, это все мы с вами, люди со смартфоном в руках. Характер бренда «Мегафон» в новой идеологии говорит о том, что мы ключевой партнер для жизни. Партнер надежный, открытый, динамичный, вдохновленный и вдохновляющий. Изменения коснулись и оформления бренда. Теперь «Мегафон» будет ярче, а дополнительным логотипом стали лаконичные три круга. Символ связи между людьми, который можно увидеть повсюду в нашей жизни. В рекламной кампании стало больше музыки. В новом ролике главную роль исполнила популярная певица Ёлка. Кстати, во время презентации исполнительница призналась, что тоже пользуется услугами «Мегафона». Мегафон! Мегафон! Мир, что это с тебя? Яна Яковлева, Наталья Григорьева и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Крепче за баранку «Держись, шофер» в Люберцах открылась новая автошкола. Она позволяет своим ученикам экономить время. Получать знания можно не только на лекциях, но и виртуально с любого устройства. Кроме того, современные иномарки позволяют с комфортом освоить навыки вождения. Сначала передачу, подчините, в последнюю часть. Подъем на эстакаду, змейка, параллельная парковка. Когда-то Александра могла только мечтать об этом. Поначалу даже боялась садиться за руль, признается девушка. Но правильный подход опытного инструктора помог поверить в себя и быстро освоить вождение. Научить некому было, поэтому все познавалось здесь, на площадке, с первых шагов. Все вопросы инструктор отвечал подробно, относился ко мне внимательно. Поэтому постепенно страх пропадает. И я думаю, что скоро я смогу уже выехать в город. Выбор Александры на автошколу «Реал» пал не случайно. Ведь кроме новых комфортных иномарок с коробками автомат и механика, в ней есть возможность обучаться онлайн практически с любого электронного устройства. Нет времени ходить на лекции – не беда. Специальная программа включает в себя видеоуроки, конспекты занятий и тестовые задания по каждой теме. Человек может просматривать несколько раз это. Если что-то он не понял, еще раз отматывать, разбираться. После каждого урока самостоятельного отвечать на данные вопросы и сдает. Пока не добьет тему, дальше работу не пропустит. Заниматься через онлайн-кабинет могут и те, кто учится, так сказать, по классике. Ходить на лекции здесь тоже удобно. Будни или выходные – решать вам. Кстати, автошкола располагается в самом сердце города. Занятия проводят по современным методикам. Внутренний экзамен у нас задают практически все. И далее выпускаются к экзамену в ГАИ с преподавателем, с инструкторами, со мной. Едем в ГАИ и совместно сдаем экзамен. Мы ведем каждого человека до получения прав. Чтобы получить права, нужно учиться. А это здесь займет всего три месяца. У онлайн-клиентов два. А медицинскую комиссию можно пройти прямо в стенах учреждения. Сотрудники автошколы «Реал» не новички в этом деле. В Люберцах это уже шестой по счету филиал, в котором теперь учат реальных профи-водителей. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. Осень по традиции – время новых театральных сезонов. Время творчества и смелых идей. А также время для получения новых знаний. По всему округу открыто множество кружков и секций, где дети интересно и с пользой могут провести время, свободное от школы. В их числе и театр-киностудия «Чердак». На минувшей неделе там прошел день открытых дверей. Подробности о мероприятии в нашем следующем сюжете. Кисти рук. Мы расстрясываем их. Кто? Быстрее меня сделает. Давайте, 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 давайте. Ольга Ерболова – педагог театра-киностудии «Чердак». Актриса с 12-летним стажем. Свои мастер-классы проводит весело и легко. Это занятие по мюзиклу. Попробовать себя здесь может любой ребенок от 6 до 12 лет. Даже без особой спортивной или гимнастической подготовки. Самое важное – это желание. Всегда. И талант мы знаем равно труду. Поэтому абсолютно любой человек, ребенок, который хочет действовать. Ребята пытаются из собственного тела, из собственных чувств сделать вот такие вот этюды актерские. Лера Богданович изображает самолет. Девочка с удовольствием выполняет все задания и вовлечена в процесс. Вообще Лера – ребенок увлекающийся. В свои 8 лет уже успела и каратэ позаниматься, и участие в создании фильма приняла. И даже в роли модели себя попробовала. Сейчас Лера в новом творческом поиске. Ну, я не знаю, может я хочу стать телебедущей, я еще не решила. Здесь ты как часто бываешь? Я, ну, не очень часто, но я прихожу сюда и надеюсь, что тут буду заниматься чем-нибудь. Заниматься в театре киностудии «Чердак» детям действительно есть чем. На выбор здесь работают 7 студий. Вокал, театр, фольклор, хореография, кино, мультфильмы, ТВ. А чтобы дети и их родители могли лучше познакомиться с каждой дисциплиной, периодически на один день «Чердак» открывает свои двери для всех желающих. Сегодня у нас чудесный праздник, сегодня у нас день открытых дверей. Сегодня наш театр и киностудия открыл все свои двери, всех своих студий, творческих, мастерских, совершенно бесплатно для всех жителей района и других районов, чтобы ребята и их родители могли прийти, поучаствовать в мастер-классах и выбрать для себя понравившееся направление. Кроме мастер-классов, гостей праздника ждал розыгрыш призов. Три счастливчика победителя в лотерее получили щедрые подарки. Месяц бесплатного посещения любой студии «Чердака». Отлично. Как тебя зовут? Максим Аблодисменты! Писал номер мой сын, причем он не написал имени. А вытащила моя племянница, родная Лерочка. Ну, я или сына на актерское мастерство, или дочку на хореографию. Что-нибудь одно мы подумаем, решим. В этом году «Чердак» открывает новое направление – классическое дефиле. Сегодня на необычном мастер-классе уже побывали первые будущие модели. Вводим понятие задняя и передняя нога. Задняя у нас всегда опорная. Получается, да? Как всегда проверили. У нас занятия построены таким образом, что кроме технических навыков, мы еще и говорим с девчонками о красоте, об эстетике. Поэтому это в первую очередь нацелено на развитие личности, эстетического воспитания и уверенности в себе. Любит ваш ребенок петь или танцевать, хочет стать режиссером, актером или просто весело и с пользой провести время – в театре, киностудии «Чердак» каждому найдется дисциплина по душе. Остается только сделать выбор. Но если вы пока не можете решить, куда записать своего ребенка, приходите на день открытых дверей. Ближайший пройдет 19 октября в 6 часов вечера. Место встречи, как всегда, – Томилинский дворец пионеров. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин